привет друзья недавно вышел мой ролик хотя в принципе эту тему я уже тысячу раз обсуждал с вами видео и в статьях но все равно находятся имбецилы по-другому я это не назову которые своей тупостью просто просто шокируют поражают и еще при этом указывают на то что нужно учить матчасть мне пытаются объяснить что-то хорошо если бы это касалось теории друзья но это касается анатомии это касается физиологии это касается биомеханики то в чем малолетки тупоголовые которые пишут такие комментарии причем утверждая настаиваю утверждая что они правы просто конечно смешно о чем речь речь о том что нельзя напрячь мышцу каким-то отдельным сегментом о том что нельзя прокачать внутреннюю часть грудных мышц не затрагивая при этом внешнюю в общем речь идет о том что мышца работает мышца как если кто не знает растягивается и сокращается так вот друзья мышца не может растянуться отдельным своим участком к примеру в начале или в конце и уж тем более в середине мышца всегда растягивается вся значит получает нагрузку целиком и полностью настолько это очевидно что просто говорить даже не о чем кстати вы меня просите снимать вот больше когда его в машине виды поэтому я вот так как-то совмещаю кусочек себя или могу сделать чтобы вообще меня не было видно неважно смотрите тогда наслаждайтесь природой вместе со мной ну что сегодня просто поговорим порассуждаем возможно объясним наконец-то тем людям которые продолжают верить в деда мороза кстати когда нас когда мы будучи детьми верим деда мороза а потом немножечко подрастая мир под затыльником мощным пенделем вталкивает вбрасывает в реальность я не знаю насколько это гуманно и насколько это морально и не проще ли сразу говорить детям что есть реальность что есть нереальность если можно так сказать хотя кто из нас знает что такое реальность понимаю вас но друзьям я думаю вы понимаете в контексте чего я это все вам рассказываю говорю так вот смотрите широчайшая мышца ролик который последний я выкладывал был конкретно о широчайшей и о бицепсе широчайшая мышца откройте друзья анатомический атлас посмотрите где она крепится и для тех кто не знает удаленная часть от позвоночника является как бы дальней частью до то что ближе к позвоночнику начальный и когда вы выполняете любое упражнение когда работает когда задействовано когда растягивается и сокращается широчайшая мышца вы никоим образом не можете сделать так чтобы растягивалась работала только к примеру нижняя часть широчайших или верхняя или средняя о чем это говорит это говорит о том что нет упражнения которые целенаправленно бьет по низу широчайших не затрагивая другие сегменты мышцы для тех кто не в курсе я думаю тот кто смотрит мой канал постоянно таких единиц и в мышцах даже есть специальные такие если говорить в единичном перетяну во множественном числе как будет это такие специальные сегменты которые позволяют нам с вами понимать насколько растянулась мышцы чтобы мы могли предотвратить ее перерастяжение и разрыв иначе мы бы просто реально все рвали бы себе мышцы все в организме очень очень сбалансировано и имеет свою определенную функцию назначение отвечает за то или иное и когда вы друзья думаете что вы можете как-то воздействовать на широчайшую мышцу не целиком и полностью вы просто заблуждаетесь и я понимаю я сразу хочу сказать что я тоже был таким когда только начинал заниматься когда читал только вейдеровские журналы я тоже верил во всю эту хрень но друзья когда вы вырастаете это как с дедом морозом вы же сами понимаете что все это сказки и стоит просто открыть спортивную атлас анатомии чтобы понять насколько это все ну не то что нелепо и смешно просто бестолково любой здравомыслящий мыслящий логический человек поймет это мышца сокращается целиком и полностью и это касается не только широчайшие мышцы то как не один написал вы все правильно говорите но есть специальные тренажеры которые грузят именно не с широчайших увеличивают широчайшую именно в нижнем отделе друзья если увеличивается широчайшая в нижнем сегменте то она увеличивается и в среднем и верхнем то есть она увеличивается вся поэтому когда вы хотите набрать массы на ту или иную мышцу вы должны понимать что она будет расти целиком и полностью то же самое один написал мне про бицепс практика показывает что если делать на пупитре на скамье скотта то бицепсы будут больше снизу человек мой если точка крепления твоего бицепса расположена так что ты высоко то ты хоть обосрись на этих пупитрах вообще больше ничего не делай с утра до вечера но никак у тебя в нижней точке у самого локтя сгиба не будет расти бицепс потому что там его просто нет невозможно друзья также как и на любую другую мышцу воздействовать на бицепс на его пик и если кто-то говорит вот мой друг делал так то то я вам скажу если один человек делает подъемы штанги на бицепс и если же этот же человек будет делать подъемы на пюпитре то то как будет выглядеть его бицепс зависит только от его родителей то что они ему передали с генами это задано генетически на уровне днк изменить мы это не можем не с помощью стероидов вообще не с помощью чего бы то либо другого многие умники даже не понимают почему что где как не зная что длинная головка бицепса вообще крепится не на плече а перекидывается через плечевой сустав и крепится на лопатке для многих это будет откровением поэтому друзья малолетки тупоголовые когда вы что-либо пытаетесь сказать сумничать ну подумайте сначала тысячу раз а проще так как если не о чем думать откройте учебник по спортивной анатомии посмотрите как выглядят мышцы где и как они крепятся и вот для вас специально для дурачков для тех кто продолжает верить в фитнес бизнес индустрию я уже не раз говорил что это все идет только от того чтобы вот впаривать нам с вами различные методики что эктоморфу нужно тренироваться так мезоморфу нужно тренироваться так все это чушь друзья всем нужно тренироваться одинаково одинаково на результат на всех на нас действуют одни и те же физические законы биохимические законы кинезиологию никто не отменял я уже тысячу раз говорил если бы настолько все было индивидуально то не было бы такой науки как медицина и когда вас клали в больницу бы на то чтобы сделать операцию лес вы шли в аптеку чтобы купить какую-нибудь таблетку себе то для каждого из вас нужна была бы своя индивидуальная аптека больница потому что вы такие индивидуальные нет все кто родился на этой планете на всех на нас все одинаково действует а вот теперь если вы не можете это представить на уровне организма нашего возьмите любой резиновый жгут бинт резинку просто что угодно возьмите вот так вот руками двумя и растяните растяните горизонт горизонтальной плоскости теперь разверните руки левую вверх растяните вертикальной плоскости теперь левую вниз правую вверх растяните опять вертикальной плоскости попробуйте разные варианты в других плоскостях и посмотрите покажите мне хоть один вариант при котором вы сможете растянуть резину так, что она растянется только каким-то одним своим сегментом. В середине, в начале или в конце. Другими словами, у правой руки растянется, а вся остальная не растянется. У левой растянется, а все остальное не растянется. Понимаете, насколько смешно и нелепо то, что вы говорите? Невозможно, друзья, никак, повторяю в миллионный раз, воздействовать каким-то упражнением на один определенный сегмент мышцы. Потому что мышца все равно будет работать по принципу все или ничего. Она будет сокращаться и растягиваться целиком и полностью. Если вы смотрите этот ролик сейчас с детьми, увидите детей от экранов на минутку. Потому что для особо тубоколовых я еще приведу пример такой их логики. Ведь если по вашей логике можно где-то что-то как-то вот так воздействовать, то представьте себе ваш писюн, который болтается у вас между ног, который вы часто теребите. Вот когда вы возбуждаетесь, когда вы видите красивую, симпатичную женщину, вы можете себе представить, чтобы ваш член половой напрягся только у основания, а в середине и у головки висел. Или чтобы напряглась только одна головка, а все одно висело. Или чтобы напрягся только центр, а у основания и у головки все было расслаблено. Вот точно так же выглядят ваши мозги, рассуждения и комментарии. Особенно советы, когда вы говорите, что мне нужно учить матчасть. Я понимаю то, что я очень многого не знаю. Я очень во многом не разбираюсь. Но простые вещи, о которых мы говорим сейчас, это элементарщина, друзья, которую нигде никогда не говорите, если хотите. В образованном обществе не выглядеть дебилом, дебилоидом. А еще это вы на всеобщее обозрение выставляете в комментариях. Я понимаю, что вы там все скрыты за тупыми никами, без лиц, без фотографий. И вам пофигу, что вас никто не узнает. Но вы-то сами понимаете, если вы адекватный человек, вам должно быть стыдно. Перед своими зрителями, я извиняюсь, наверное, это не совсем тот ролик, от которого вы обычно ждете от меня. Но иногда мне просто действительно тоже хочется посмеяться, поржать над троллями, над хейтерами. Но бывают грамотные тролли, грамотные хейтеры. И такие люди действительно иногда вызывают уважение. Но когда человек просто тупой, знаете, песня такая есть, плохо быть тупым. Ну, как тебя? Переубеждать я никого не собираюсь. Я просто призываю вас изучить тот вопрос, о котором вы рассуждаете. Ну, смешно, друзья. К примеру, возьмем ту же грудную мышцу, пекторальные мышцы. Что вы знаете о грудных мышцах? Образованный человек знает, что есть большая и малая грудная мышца. Вот возьмите учебник анатомии. Посмотрите, где и как крепятся грудные мышцы, как расположены волокна. Вспомните, как я вам рассказывал вот про эту резинку, которую вы растягиваете и которая должна где-то сократиться. И помните, да, что я вроде вам доказал уже, что мышца всегда сокращается и растягивается целиком и полностью. Объясните теперь мне, как вы можете, каким способом, вот на примере резины, растянуть и сокращать только внутреннюю часть грудных мышц, либо внешнюю. Ну, у меня просто это в голове не укладывается. Может быть, я действительно туплю. И посмотрите теперь, как расположена грудная большая мышца. Чтобы вы поняли, когда вы ее тренируете, что она тренируется вся целиком и полностью. И посмотрите на малую мышцу. Когда вы ее тренируете, она тоже тренируется целиком и полностью. Так что, друзья, перед тем, как кому-то что-то сказать, посоветовать, упрекнуть или направить на изучение матчасти, подумайте сначала о том, как выглядите вы в глазах образованных людей. Я себя считаю, может быть, и не совсем корректно, немножечко образованным в этом. Я закончил университет на факультете физической культуры, но я об этом говорил уже не раз, что больше всего знаний, конечно же, все равно получаешь, когда занимаешься самообразованием, саморазвитием. Когда изучаешь те книги, материалы, которые тебе интересны, которые тебя интересуют, которые тебя вовлекают и образовывают. Потому что можно ходить в самые лучшие университеты мира. Но если у тебя нет желания чему-либо учиться, то ты так и останешься тупой. И все, что ты сможешь, это делать тупые комментарии под чужими видео на YouTube, либо в каких-то других соцсетях. Ну что, друзья, всем пока. Надеюсь, этот ролик ваш, вас немножечко повеселил образованных людей, а вас тупоголовых немножечко направил в правильном направлении. Поэтому, друзья, сразу говорю, никого не пытался обидеть. Сам был таким тупым. Сам раньше мог бы поспорить на эту тему. Но, слава богу, все мы, здравомыслящие люди, развиваемся, двигаемся вперед. Не забывайте, что как только вы останавливаетесь и решаете, что вы все знаете, вы начинаете путь к деградации. Увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Всем пока. Ставьте лайк, делитесь этим роликом в своих соцсетях обязательно. Не забывайте о конкурсе, который я объявил на лучший вопрос. И скажите, нравится ли вам новый вид камеры и куда ее направлять? Чтобы было видно меня, либо чтобы меня было видно чуть-чуть, а может быть просто направлять ее вперед, чтобы вы видели то, что видел я. Всем пока, друзья. Всем привет. Меня зовут Виталий Фатеев. Всем подписчикам канала Heavy Metal Shem. Большой респект отдельно Георгию за его те видео, которые он выпускает. Я смотрю, что очень прогрессивно и идет большой объем информации, в котором просто можно заблудиться, может найти все ответы на ваши вопросы. Скажу вот что. У меня появился свой канал, который можно тоже найти на ютубе. И у меня уже есть первое видео, которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал специально для вас. Соходите, подписывайтесь. Меня зовут Виталий Фатеев. Я профессионал IPB. Занимаюсь бодибилдингом. И что, желаю вам прогресса, новых результатов в спорте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова